Здравствуйте! Встречались с такой проблемой как расплющенный боёк молотка? Дело в том, что молотки, равно как и молоты, либо закалены слабо, либо вовсе не закалены. Это легко проверить, если взять в руки напильник. Делается это для того, чтобы при больших ударных нагрузках молоток не разлетелся, как стекло на тысячи осколков. Но есть и такие, которые делают специально из низкоуглеродистых стали. Это уже ручные молоты или же кувалда. То есть инструмент высоко нагруженный. По моему мнению, сам боёк должен хорошо держать форму, а тело молотка должно быть относительно мягким, сырым. Тем самым можно получить своего рода пружину. При работе такой молоток будет хорошо держать форму бойка, а предохранять от раскола будет его пластичное тело. Я делаю небольшую кузню, и у меня остров стал вопрос с инвентарем. К методу, который описываю в этом выпуске, я пришел опытным путем. Так как поиск по запросу, из какой стали делают молотки, кричащим ответом выдал У7, стали 50 и 60. С У7 я работал, и результат был отличный. Стали 50 и 60 примерно схожи, но лично я молотка из стали У7 не видел. Равно как и закалка моего молота по марочнику прошла неудачно. Интересным стал запрос, из какой марки стали делают кувалду. Как можно увидеть, это уже совсем другие стали с другими показателями. Кстати, как написано, например, в стали 40Х углерода всего 0,4%, в то время как в У7 его соответственно 0,7%. Так вот, хорошо, когда марка стали указана на изделие, а что делать, если ее нет? В этом случае остается только пробовать, пробовать и еще раз пробовать. Как показали мои пробы из четырех образцов, представленных в этом выпуске, и еще трех, что сюда не попали, есть золотая середина, которая подходит ко всем молоткам. Чтобы было понимание, я не говорю про современные порошковые молотки. Хотя, справедливости ради, хочу сказать, что и современный молоток у меня вышло вернуть в строй таким методом. Итак, хватит теории, от слов к делу. Нужно разогреть будущий инструмент до 900, максимум 1050 градусов, цвет коленя оранжевый. Когда нужная температура достигнута, приступаем к закалке. Метод закаливания банальный. Один баек молота погружаем в воду, второй поливаем сверху тоже водой, до полного остывания. Ну а теперь смотрим. Тело молота напильник берет свободно, а вот баек берет, но с трудом. Отпуск в данном методе не требуется. Я уже довольно плотно работал с этим молотом, и смело могу рекомендовать этот метод вам. Спасибо за внимание, и до новых встреч на канале Кобильность. Субтитры создавал DimaTorzok